всем привет друзья с вами я ксения назарова я рада приветствовать вас на своем творческом канале красота в детали мы с вами продолжаем готовиться к новогодним праздникам сегодня в своем видео уроке хочу показать как сделать таких вот рождественских новогодних маленьких заколочек длина заколки бантика семь с половиной сантиметров вот такая заколка снежинка белые снежки у меня здесь вот такую вот заколочку в основе которой лежит бархатная лента шириной 18 сантиметров а можно взять ленту шириной 2 сантиметра полтора сантиметра отмерить отрезочек примерно где-то 28 сантиметров в основе нашей заколочки лежит обычно обычным образом сложенный бантик сама снежинка сделана из лепесточков которые я изготовила из вот такого синтетического кружева ширина моего кружева полтора сантиметра тоже и так как это кружево является синтетическим то ничем она не отличается от обычной ленточки атласный в том плане что лепестки можно также складывать плавить склеивать при помощи огня зажигалки и получается очень даже интересный такой эффект затем для основы заколочки нам понадобится естественно зажим для волос длина моего зажима четыре с половиной сантиметра и кружочек из фетра подходящего цвета сейчас покажу самом начале как я делаю такие вот кружочки небольшой лайфхак если хотите так можно это назвать диаметр моего кружочка два с половиной сантиметра что составляет окружность пятирублевой монеты чтобы сделать такой ровненький кружочек я беру две монетки и между ними зажимаем кусочек фетра из которого мне нужно изготовить кружок срезаю все лишнее и прохожусь ткань не зажата между двумя монетками которые естественно не поддаются огню и теперь я подравниваю при помощи огня зажигалки абсолютно легко быстро мы получаем почти идеально ровный кружок и для зеленой заколочки и для белой нам понадобится такой кружок зеленого фетра и из белого фетра а далее у нас с вами уже отмерили мы отрезок длиной как я уже сказал 28 сантиметров и нашли там серединку я поставила иголочку и также от каждого края важно отметить равные отрезки до 6 половиной сантиметров с одного края 6 половиной сантиметров с другого краешка я отметила и поставила тоже английские булавки далее мы заранее с вами подготовили иголочку с ниткой чтобы сшить наш бантик и теперь будем делать простейшие самый простой бантик для этого мы краешки ленты загибаем к середине к серединке к центру вот у нас два маркера мы перекрещиваем чтобы был ровный бантик у нас и вот таким вот образом прошиваем иголочки и прошиваем бантик к серединке стягиваем бантик перекручиваем несколько раз отправляем петельки бантика и закрепляем иголочку и краешки бантика потом можно подрезать когда будем приклеивать уже нашу основную серединку посмотреть так что бантик выглядел хорошо красиво далее основой материал с которым будем делать серединку это вот такое вот синтетическое кружево для того чтобы сделать вот такой вот лепесточек а нам понадобится отрезок а длиной восемь с половиной сантиметров который мы складываем пополам отступив от этой серединке примерно сантиметр с небольшим сделаем косой срез на уголочек срежем лишнее кружево и сплавим место среза при помощи огня зажигалки получился у нас такой остроконечный лучик с которым мы впоследствии будем составлять нашу снежинку таких лучиков нужно сделать 7 штук складываем отрезочек пополам отступаем от места сгиба около 1 сантиметра плюс минус 2 миллиметра и делаем косой срез после чего прижимаем пинцетом и сплавляем наш лепесточек нужно отрезать небольшой квадратик той же самой ленточки оплавить краешки и начать собирать лепестки нашего наши снежинки опять же нам сейчас понадобится горячий термоклей или пинцет чтобы не обжечь пальчики а буду вот таким вот образом прикреплять на термоклей наши лепестки в виде снежинки наношу капельку клея с внутренней стороны небольшую капельку клея сюда чтобы раскрыть вот таким образом наш цветок лепесточек чтобы не обжечь пальчики я воспользуюсь пинцетом один лепесточек готов теперь внахлёст будем клеить в виде звездочки вот таким вот образом поштучно наши лепестки не торопимся и все у нас получится помогаем себе пинцетом вот так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Длина такой снежинки 7,5 см И теперь мы ее будем украшать различными такими сказочными вещами Во-первых, я взяла вот такие маленькие помпончики Диаметр помпона чуть меньше сантиметра Здесь примерно 8-9 мм Таких помпончиков нам понадобится 5 штучек Далее такого же диаметра примерно страза Блестящая серединка Это может быть полубусина И вот такие вот веточки из фоамирана, из глиттерного Вот такой глиттерный фоамиран серебристого цвета Шириной 2 мм И при помощи дырокола я изготовила такие веточки Таким образом сразу получается Очень филигранная тонкая веточка Конечно, такую вырезать составит большую сложность, наверное Но если нет дырокола, можно пайетку-снежинку придумать Можно обойтись просто красивыми помпончиками выложить Это уже ваша фантазия И нужно исходить из того, какие материалы у нас есть в наличии Но веточки я эти тоже подкорректировала Мне нужны только вот эти последние три лапки Чтобы создать, так сказать, видимость снежинки От таких веточек мне понадобится пять штучек И сейчас буду Украшать ими нашу заколочку-снежинку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Украшаем Дима Торзок Происком Субтитры создавал DimaTorzok Увершаем Дима Торзок И notes сосалет наношу капельку клея и закрепляю лапку снежинки и последняя пятая лапка и завершают нашу фантазиновую снежинку устанавливаю нашу прекрасную стразовую серединку и в центр нашей снежинки и в самый центр между лапками из фоамирана мы сделаем такие вот мягкие пушистики которые будут очень хорошо сочетаться с нашим с нашей белой пушистой бархатной ленточкой на каждый помпончик наношу капельку клея и выкладываю между лапками снежинки наношу капельку наношу капельку вот такая вот невесомая очень снежинка у нас получилась ее также как я уже сказала самостоятельно можно просто установить на заколку без бантика снизу мне вот сегодня захотелось именно бархатную ленточку поэтому сделаю такую заколку и так я беру зажим и фетровый кружок складываю пополам и делаю два небольших надреза посрединке чтобы продеть спинку нашего зажима спинка у нас вот здесь немножко такая горбатенькая продеваю и наношу клей саму заколочку чтобы укрепить нашу основу вот такой вот у нас бантик и серединку этого бантика мы установим нашу снежинку лапки бантика сделаю немного короче срежу по косой и пройдусь огнем зажигалки с одной и с другой стороны можно оставить лапки подлиннее как вы захотите вклеиваю нашу снежинку в серединку бантика и теперь осталось подклеить заколочку к зажиму для волос вот таким образом наношу клей на весь кружок заполняю серединку хорошо результат нашего видео урока целая пара замечательных не очень больших новогодних заколочек белые воздушные и невесомые снежинки белый серебристый гамми занимайтесь творчеством с удовольствием ставьте лайк если вам понравилось мое видео подписывайтесь на мой канал и до новых творческих встреч пока пока пока